Здравствуйте, подписчики Байги Ньюз Ки-Джет. Меня зовут Зарина. Сегодня в Алма-Ате покоится открытие первого сезона юношеской лиги QG Лиги. Это футбольная лига, которая стартовала только в этом году. И об его итогах в интервью Байги Ньюз Ки-Джет расскажет специальный гость, который приехал из России. Известный рокер Евгений Саин. Всем привет! Евгений, вы прямом эфире информационного агентства Байги Ньюз Ки-Джет. Евгений, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом мероприятии. Я знаете, как скажу? Я даже, наверное, не о мероприятии хочу сказать. Потому что мероприятие – это венец всего года, всего сезона QG Лиги. Я скажу, с чего все начиналось. Мы встретились еще в феврале с Роксом Роксовичем и с командой QG Лиги. Тогда все только зарождалось, планировалось, и мне предложили стать амбассадором. Я ни разу в жизни не был амбассадором юношеских чемпионатов, турниров, детских футбольных школ. Потому что зачастую, знаете, это была такая фикция, какие-то декорации. Вроде бы мы развиваем детей, параллельно реализовываем какие-то свои задачи. И все это заканчивается как мыльный пузырь, лопутцы. Никакого развития нет. Поэтому я никогда никого не поддерживал. Но я послушал то, что хотят сделать в QG Лиге. Я спросил, чьи это будут деньги, то есть частные или государственные, полностью частные инвестирования. И я согласился поучаствовать в этом проекте. И я очень рад сегодня, что все, что планировалось сделать в QG Лиге, по сути многое реализовалось. Это реально крутой проект. Мы видим конкурентный чемпионат, которого не было никогда у юношей в Казахстане. Полноценный турнир с недельным циклом, с нормальной инфраструктурой, с трансляциями, с медийкой, перелетами, переездами. То есть, ну вот я с ребятами разговариваю, да, и они говорят, это круто. Это круто, что у нас появился чемпионат, где мы можем себя показать, за которым следят. Это нам ни в коем случае не мешает. Мы чувствуем, что мы нужны. То есть мы чувствуем, что мы можем быть такими же футболистами, как, например, футболисты профессиональных лиг. Это здорово, но без привлечения это здорово. И хочется, чтобы это продолжалось. Хочется, чтобы не только Туглов вкладывал в это деньги. Может быть, еще какие-то бизнесмены подтягивались. Ну, чтобы эта лига развивалась. Потому что она 100% нужна Казахстану, новому Казахстану. И мне кажется, что сборная будет еще сильнее, когда вот эти ребята будут вырастать через главные свои команды, через пиджи-лигу главной команды, и уже сборная. Они об этом мечтают. Евгения, вы подробно освещаете проблему футбола, его развития, да. То есть я правильно понимаю, что с вашей точки зрения вот такие лиги, да, они очень хорошо укрепляют вообще, ну, тоже состав сборной, да, развивают футбол. Безусловно, конечно, смотрите, я вам объясню, почему многие не хотят вкладывать в детей и в юноши. Потому что это очень долгий процесс. Легче купить легионера, заработать на нем, там, на агентских комиссиях, на каких-то откатах, на чем-то еще. Заработать деньги прямо здесь и сейчас. Чем ждать, как, например, не знаю, там, кто-то из ребят заиграет через, там, 5 лет. Никто не хочет заниматься детьми. И, собственно говоря, поэтому, поэтому я так думаю, во многом этого и не было. То есть все хотели результат здесь и сейчас. Когда эта лига, полноценный чемпионат, когда этот проект в долгую, когда он заточен на развитие, на качество. Ведь развиваются не только футболисты, развиваются менеджеры футбольные. Менеджеры футбольные. В Кюджи Лиге очень много казахстанских ребят именно в организации. Много развития. Понимаете, Кюджи Лига сейчас, по сути, на самом деле, такой, как локомотив, да, как локомотив всего казахстанского футбола. Потому что сборная – это вершина айсберга. А как бы она не может, она может эмоционально тянуть, да, казахстанский футбол. Но она не может задавать фундамент, потому что фундамент – это как раз-таки юноши, это нормальный чемпионат, это инвестиции, которые потом будут выращивать молодежь именно для сборной. И она есть, она талантливая, просто нужно им давать чемпионат, который у них появился, давать доверие, давать качество. Как по-другому. Евгений, а кто вам из игроков запомнился? Может быть, есть у кого-то какая-то жизненная интересная история? Ну, смотрите, я просто, я знаю ребятам, знаю Багдада, да, который стал лучшим бомбардиром, ассистом, сейчас номинированный MVP. Знаю Рихарда Вартаря в Кайрате, знаю там Дамира, капитана Актюбе, знаю Диора, который у меня был в выпуске из Ардабасы. То есть, как бы, я многих ребят следил по инстаграму, много видел вживую. Есть талантливые ребята, есть хорошие, индивидуально сильные ребята. Ну, вот прямо кого-то сейчас выделять и говорить, что это мой любимчик. Ну, конечно, такого нет. Я больше скажу, что после вот этого мероприятия я бы хотел одного футболиста, посмотрим, кого, может быть, двух привезти в Красаву на такой, как, ну, как на просмотр, что ли. Чтобы они еще посмотрели, как в Европе, да. То есть, потренировались, тем более сейчас у них будет пауза, а у нас ее нет. Потренировались чуть в других условиях, когда нужно учить английский язык, когда другие футболисты, когда взрослые ребята. И мы хотим кого-то взять отсюда, не знаю пока, кого посмотрят. Евгений, и последний вопрос. Скажите, прокомментируйте, пожалуйста, выступление сборной Казахстана по футболу. Сейчас все очень радуются этому. Да, да, да. Это здорово. Я честно смотрю и переживаю. Круто, что обыграли Финляндию. Круто, что Зайнудинов уехал, забивает голы. И действительно такой сейчас для многих пример и ориентир. Мне самому интересно, что будет в последних двух играх. Понятно, что домашняя игра, безусловно, это только победа. И вот в выездной игре, в последнем туре, наверное, многое будет решаться. И мне, знаете, не очень хочется, чтобы Казахстан вышел на Евро, но я чуть-чуть про глобальные вещи скажу. Мне нравится импульс, вот именно импульс, который последний год переживает казахстанский футбол. Ведь и сборная поверила в себя, и люди это подхватили, и в Юджи Лиге появилось, и какой ажиотаж вокруг футбола. И вот я сегодня даже в такси ехал, а для меня это всегда ориентир. И меня таксист узнал, и он вот захлеб говорит о футболе. Вот понимаете, это людей не обмануть. То есть он захлеб говорит о футболе, как его все играют в футбол, как они все переживают за сборную. И, наконец-то, вот это, вот это. И вот этот импульс, его нужно, конечно, поддерживать такими проектами, как Юджи Лига, ну и, конечно, дай бог, участием сборной Казахстана на Евро. И последний вопрос. То есть, не вопрос. Можете, пожалуйста, обратиться к нашим подписчикам по ЕНьюски Зет? Вас многие знают, что-нибудь пожелать? Ребят, я, давайте так, я вообще на самом деле обращаюсь к всем жителям Казахстана. Переживайте за сборную, занимайтесь спортом и смотрите матчи ребят из Кьюджи Лиги, потому что есть трансляции, а они достойны того, чтобы вы их смотрели. И я надеюсь, что многие из них в будущем будут вашими кумирами и будут футболистами сборной Казахстана. Всем здоровья, хорошего вечера. Спасибо, Евгений. И я напоминаю, что в Алма-Ате проходит закрытие первого сезона молодежной футбольной Лиги. И об этом интервью про ЕНьюски Зет, эксклюзивным интервью, рассказал Евгений, сам известный блогер, бывший, кстати, футболист. Евгений специально попрошел на это мероприятие, и он снимал несколько сюжетов о развитии этой Лиги, о казахстанских футболистах. Вот сейчас вы можете увидеть, как он обращается также к другим футболистам. И вот здесь вот, как проходит мероприятие, показываю вам. Также здесь присутствуют футболисты сборной Казахстана, например, Игорь Шаткин. Можем подойти и послушать, как он дает инстаграм. Игорь Шаткин. Первого сезона Кирджи Лиги стал Фука Кайрат. И сегодня победители также присутствуют на этой церемонии. Ожидается, что на закрытие мероприятия приедет также главный тренинг сборной Казахстана Магомед Адейев и президент Казахстанской Федерации Футбола Депа Гейнбола. Как нам ранее сообщили организаторы, проведение этого мероприятия было взято из примера официальных мероприятий ФИФА. То есть здесь подошли очень отжественно к идее проведения закрытия молодежных веков. Поэтому у наших молодых футболистов есть возможность почувствовать себя настоящими суперзвездами. Для них специально приготовили красную дорожку. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот, смотрите, это красная дорожка. Здесь все желающие могут сфотографироваться. Мероприятие начинается примерно через полчаса и все желающие могут сделать памятное фото. Вот, можете обыкосмотреть все это. Так, вот. Я напоминаю, что все актуальные новости вы можете почитать на сайте информационного агентства Байгейн Мюнский Зе. Я сохраню этот эфир. И вы можете посмотреть наше интервью и с известным блогами Байгейн Мюнский Зе. На этом эфир я завершаю. Читайте новости в вашем сайте.